здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема я владимир банчиков чем не чем мне нравится моя работа иногда не всегда конечно но иногда вот сидишь в цветнике это так радует в моем возрасте это дополнительные силы придает ого еще как с удовольствием представляет свой сегодняшний цветник заслуженный артистка республики хакасия преподаватель эстрадного отделения колледжа искусств имени чайковского екатерина килижекова как добрый день все правильно сказал что ты заслуженный артистка республики хакасия пока два пока только одной но видимо скоро буду заслуженной республики хакасии а ты еще нет нет я еще нет а почему тогда не бурятия здесь извини ты здесь живешь и работаешь да и студентка четвертого курса колледжа искусств эстрадного отделения в колледже искусств имени чайковского карина влокитина карин добрый день девушки огромное спасибо за участие в программе еще раз говорю я от вас пытаюсь такой энергетика хорошие так что вот имейте это ввиду а когда пойдете сюда следующий раз сказать скажи пожалуйста зачем нужно отделение эстрадных искусств потому что ну я очень многих наших артистов знаю до странных но почти всех потому что их а мало и б они одни и те же на протяжении ну я не знаю очень много многих лет новых имен практически нет но это мне так кажется не знаю может быть я и не прав так почему если последить за творчеством и развитием эстрады как раз таки они есть действительно их мало и то что мы продолжаем это в профессиональном виде выпускать как раз таки очень много есть но их почему-то не видать вот я а я просто говорю да и не раскручая или они сами вот не знаю что такое раскрутиться что такое вот пропиарится в конце концов дурацкое слово не люблю но никуда не денешься из песни слов не выкинешь наше время скорее всего может быть понимание какое-то другое смысле скромнее что я даже не знаю с чем это связано но когда мы кстати пришли в 2000 двухтысячных годах у нас был спортивный интерес именно приходить на концерт и выступать совершенно бесплатно на безвозмездной основе и конечно же участвовать в конкурсах может быть скорее всего это понимание другое или представление ты так говоришь как будто себя сильно разделяешься с этим у вас разница чуть-чуть и понять что ты преподаватель она студентка у карины спрашивать хорошо уже спросили карин как ты считаешь это вот твой преподаватель личный твой учитель друг я уверен в этом почему-то почему-то уверен там может даже старая там старшая сестра не могу так да смотри нет не могу же в конце концов надо как вот и к ее вопросу относишься какой бы у тебя был ответ что вы другое поколение не не знаете что делать и как себя продвигать не сказала бы потому что сейчас все-таки век современных технологий и мы будто больше разбираемся в этом хорошо разбирайтесь дальше ну разбираетесь и дальше то что ну дальше можно спокойно продвигаться в интернете хорошо я открыл там интернет нашел тебя нашу песню посмотрел послушал ты при этом не видишь не меня не мои глаза не мои чувства не мои аплодисменты не моей в конце концов цветы но нет вот тогда как ну с помощью интернета набирать своя аудитория и потом спустя время когда уже количество аудитории позволяет вместить в какую-то концертную площадку вы делаете собственный концерт сольный и тогда уже собираете всех этих вот людей и тогда услышишь и аплодисменты и глаза людей зрители и катя ты как к этому такую к такой обстановке вопросов вначале надо залезть в интернет всех там привлечь на свой что нет когда я была в твоем возрасте спрос будет за одну у меня лично говорю другое представление было вот на пути становления своей там допустим карьер или той или иной песни я захотела спеть вот у них они в интернете да аудиторию даже зарабатывать на этом больше стали мы у нас было совершенно другое лучше спеть на конкурсе послушать какие-то замечания возможно да чтобы дальше двигаться в какую сторону там прекрасного зареклота гачи его на постоянно наблюдали его в качестве зрителя ой точнее жюри члена жюри да ну и зрители соответственно поэтому я я честно вот скажу что мы понимание другие были чем согласен согласен сейчас абсолютно как я даже не так как ты попала вообще гулятью даты хакасской национальности насколько я понимаю я для кстати 1 раз честное слово за свою долгую жизнь встречаюсь с хакасами я приехала очень приятно спасибо большое приехала учиться в академии культуры искусств по классу классического вокала к татьяне еще и дыбаевы я попала по классу вокала закончила окончила и поехала дальше учиться вот таким образом я здесь появилась то есть мне понравилось безумно бурятская земля и я решила скажем за неужто хакаска если менее красиво я бы так сказал так получилось ну честно так получилось что вот скорее всего путь становления и студенческие годы именно прошли на бурятской земле вот ты про карину сказал что она мужественная девушка да одна из первых она вообще может быть даже и первая кто решилась организовать провести так сказать свой сольный концерт это наверняка была твоя инициатива до 2017 году я маленько издалека начну борисович турбянов меня пригласил преподавать в семнадцатом году но я на тот момент посчитала нужным что недостаточно верное знание и того что я могу дать студентам детям я отказалась и сейчас когда прошло время с того время сколько шесть лет спустя шесть лет все семь лет до набравшись опыта поработав с группой король и шут против них горшневой музыка тот до бесконечные гастроли до пандемии и ты в качестве извини перебил в качестве кого-то главная роль лавет партия лавет это рок-мюзикл рок-мюзикл зонг зонг опера да и сейчас я с удовольствием согласилась прийти естественно как но новое русло скажем да новое видение и когда я увидела карину услышала ее все-таки родилась идея вообще как бы карину маленько ну настроить что нужно заканчивать скажем ярко стран заканчивая детство переходить юность нет закончить эстрадное деление ярко показать себя потому что у человека имеется не только хороший голос мой вкус это видно и слышно поэтому мы как-то посидели порешали и решили что нужно сыграть хороший концерт давай посмотрим какой у него голос насколько он хорош вернее не мы с тобой а наши телезрители давайте один куплет из песни которая не хит не главная песня не гвоздь своей программы а какая-нибудь вот такая скажем проходная чтобы сразу каждому и главную песню послушали по телевизору чем на концерт зачем так счастье это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою знай что всегда наверняка даже когда не жду я тебя люблю все я так думаю что это даже не третий голос 0 0,1 процента мы все на это рассчитываем твои будущие поклонники и зрители хорошо карин как подбираешь репертуар с кем советуешься только с собой или с родителями не знаю с друзьями в первую очередь конечно с педагогом ну конечно вот бывает такое когда екатерина сергеевна мне предлагает песню но все идет от души если она если песня откликнется во мне то тогда я ее беру и вообще в принципе если даже екатерина сергеевна не советует я просто вот что-то вот что именно самой понравится вот то и пою доказываешь катерин сергеевна что ты это можешь хочешь я на своей песне очень долго стояла на одной своей на любимой хорошо как выбираешь для своего репертуара я имею ввиду это вот на потребу публики или у тебя есть свои авторы какие-то или те песни которые уже где-то звучат просто перебиваешь вот ну то есть составная часть своего репертуара из чего она складывается складывается из русских и зарубежных хитов и того вот просто что самой нравится супер оригинальные вещи какие то есть это который только тебе принадлежат которые для тебя написали мазитор поэт или ты сама себе написал нет таких нету на то хорошо как как ты участвуешь в этом процессе подбора репертуара ты же наверняка все все равно ориентируешься на голос на на внешний вид на все на сценический образ даже вот представляете какие понятия но совершенно верно и еще наверное не только по типу голоса у карины есть много песен которые ей очень нравится и я считаю что они такие неординарные особенно из репертуара убил можно я тебе так скажу признаюсь из репертуара исполнительницы убили варвара убили есть такая и тоже в интернете да когда как раз таки первый раз ее увидела в клубе козлова в москве я ходила на концерт игоря бутмана и она легендарного козлова козел на сакси который да и и сначала оговорка такая для наших телезрителей если кто не знает это 80 год даже 70 наверное и вот и значит посетив этот концерт концерт игоря бутмана да первый раз я услышала варвару убель в исполнении песни только вот не ту которую мы взяли на концерт а совершенно другой мне показалось что это какая-то девушка улетевшая исполнительница и я честно маленько можно исполните все улетевшие да я не поняла маленько и когда я пришла преподавать в колледже мы встретились с кариной и карина мне говорит опять про варвару убель и я думаю господи и когда я услышала то что мне предложила карина слушайте но это очень интересное новое и как карина поет кавером перебивает мне очень нравится поэтому скорее всего здесь наверное от желания карины конечно конечно смысл на навязывать я считаю не нужно этого делать потому что она бесполезно судя по ее да и поэтому когда я предложила сыграть в лайф версии с группой своим ходом карина с удовольствием согласилась мы тебя ждем на репетиции поскорее бы это случилось у нас все в процессе да хорошо ты сама карина какой музыки я сама выросла на классике скажем на хакасском фольклоре потому что с детства умоляю что-нибудь из хакасского фольклора такое вот ну то что прям вот когда спрашивают в лоб я ничего не помню хакасский фольклор что-нибудь из эстрады или джаза можно из хакасского фольклор это сказание это скажем сказки под чатхан и если вам на такой инструмент да струнный инструмент вы сможете похож нет марин хор похож на их хакасский идентичного скорее всего как и так понял и тагисты кстати я как-то принимала участие в отчетном концерте и тагистов вот вот честно сказать спеть акапель на наверное непонятно будет каски фольклора хорошо любую какую-нибудь на хакасском языке можно будет давай кусочек конечно конечно был такой композитор кинель кстати весьма такой известный в хакасии и он был таким одним скажем военное время собирателем хакасского фольклора и значит военные военное время да 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 и вот после него как раз таки архивы остались и мы как-то принимали участие в голосе кочевников представляли хакасию с доктор джаз город иркутск мы делали такое скажем авангардный подход этно-джаз и вот как раз таки яркая такая песенка колыбельная кинеля никто не знает к сожалению название песни но все ее знают как колыбельные кинели я маленько фрагмент на пою чуть-чуть у зубы и ста брахмин и новым узи и ретуши и ты он и пыры щас у зуб щады ир хус ха жахтар а мус хур зана у с ума это очень разная песня хакас когда очень красиво спасибо большое и язык на какой он тюркский казахский казахский икутский алтайский может быть слегка тувинский может быть нету тувинцев больше на меде у нас на и на а очень красивый язык вообще здорово карина какие зарубежные каверы ты исполняешь у тебя кто там в в твоем репертуаре из зарубежных исполнителей а из зарубежных получается леди гага там чего же мадонна если уж в этом ряду да ну нет а может и такая же эпатажная на сцене будешь как гага или мадонна нет на все это можно увидеть на моем концерте то есть эпатаж будет прям леди гага с мадонны отдыхают ну нужно посмотреть и посмотреть ничего обещать не могу я ну кроме леди гаги еще нет не помню не сама не помню что будешь петь как странно звучит что буду петь конечно так из зарубежных скажем исполнителей и на каком языке а у нас там вообще есть масло в основном мы поем на русском на русском мы одну песню позволили с разрешения оставили песню на из репертуара леди гага с разрешение леди гаги нет вы совместно составляете свой концерт кроме тебя там кто-то еще будет или это вообще сольно-сольно просто одна полтора часа держишь в напряжении зал в счастье в рукоплесканиях в напряжении или кто или кто-то еще из приглашенных будет тебе помогать сама катя твоя преподавательница катерина сергеевна будешь не тоже можно я скажу вообще изначально родилась идея такая что нужно карине дать возможность повзаимодействовать не только со студентами со своими сокурсниками но и не со звездами бурятской эстрады то есть она поет трио это будет дуэты это будут танцы это будет бурятский народный хор ну и и конечно же с легендарной группой своим ходом в живом исполнении песни наши звезды тебя поддержали в этом начинании да прям молодцы молодцы прям прям молодцы молодцы скажи кто будет хотя бы двух будет валяко госпарян и ирина шагдурова это здорово да я с уважением отношусь к обоим замечательные исполнители замечательные ребята я знаю лично еще вопрос сокурсники твои по твоему же отделению завидуют или как вот ты вдруг раз у тебя сольник ну почему у них нет я смеюсь конечно но тем не менее как как к нему к этому отнеслись твои сокурсники подруги друзья и сколько вас вообще учиться на эстрадном отделении ух учится сколько человек ну ладно не важно не важно но достаточно много будущее бурятской эстрады а может быть российской точно будущее бурятской эстрады может быть российской чему нет я думаю никто не завидует наоборот все поддерживают то есть в моем концерте я принимают участие все студенты и не знаю думаю не завидуют не но если даже и завидуют сказали на белой завистью потому что следующий ход должен быть заниматься конечно кать да потому что вот она выступил а я то чем хуже вот правильно правильно карин как раз таки карина это концерт карины это как раз вот то понимание то к чему мы идем потому что следующий год все те которые сейчас на третьем на втором курсе с таким понимающим взглядом смотрят на все это и говорят а в следующем году у меня тоже будет концерт я говорю конечно ну то есть если есть вопросы значит есть какой-то интерес конечно и должен быть а иначе зачем приходить на эстрадное отделение учиться и просто так смысла нет как как ты подбираешь учеников себе студентов не знаю как правильно назвать в данном случае ну студентов наверно все таки да наверное этих птенчиков из которых и потом соловушек выращиваешь честно сказать вот по своему пути становления артистки и певицы хотя я всегда мечтала быть актрисой музыкального театра актерский играть наверное нет таких прямо конкретных критерий по каким я их отбираю вот если ты не поешь значит ты не сможешь научиться нет скорее всего преимущество в желании все таки в желании потому что есть если есть огромное желание можно научиться все не слуха не голосом желание есть научишь а сколько было примеров на моем опыте пришла девочка из глубинки в ноты она не попадала абсолютно никак но у нас был такой замечательный педагог леонид иванович третяков который смог за четыре года обучение сделать из нее большую актрису в первую очередь актерский он подошел да потому что он начал ее в мюзиклах рассматривать и на главные роли ставить но она умела играть сейчас эта девушка она солирует в тюзи город москва и является самой такой достаточно востребованной конечно востребован здорово это и поэтому нет таких вот прям определенных критерий что я вообще не возьму плохо поюте пускай приходит если есть желание понятно будущее у бурятской эстрады есть карим к тебе вопрос и какое на твой взгляд я думаю у бурятской эстрады будет будущее если мы немножко к современной музыки сделаем уклон что ты имеешь ввиду что такое вообще современная музыка ну я вот не могу нашу современную музыку слушать но в моем понимании просто будущее бурятская эстрада это примесь смесь современной музыки электронной и народных бурятских инструментов и также в этом будущее я думаю да но по крайней мере в моем понимании это так хорошо к тебе вопрос есть композиторы поэтому по это точно есть поэзия мне кажется чуть-чуть я не скажу что проще да нет конечно не собираюсь обижать поэтов наш все-таки с поэтами как-то дело обстоит получше мне кажется с композиторами сложнее в смысле о будущем да да будущем она всегда будет и есть нет я про это говорю с композиторами у нас как вот о чем речь они есть они есть которые вот пишут современную музыку который говорит карина конечно есть 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 ко всему подход есть все есть все нужно просто брать и делать кто это должен делать вашего меня ваше поколение наше поколение а что для этого нужно толоконный лоб да или или что Огромное желание. Для того, чтобы, вот ты говоришь, брать и делать, да, они готовы взять и делать. Но это же надо какие-то условия для них создавать. Кто это должен делать? Министерство культуры? Или еще какие-то организации? Или вы сами должны прорываться через ночные клубы? Я в этом ничего плохого, кстати, не вижу, да? Через рестораны, Миланы, свадьбы, юбилеи. Нет, ну а почему нет-то? Ну, все же через это проходят, ну, извините меня, я имею в виду артистов. И зарабатывают деньги-то там в основном, правильно? А потом уже люди смотрят, вот ничего себе у нас сегодня такая девушка выступила, классная. А давайте-ка вот ее на большую сцену и в большой зал. Если она будет интересна, если интересен продукт, то почему бы и не вложиться в него? Вот, об этом и есть. Пеникс в данном случае, да, он, ну, как бы должен, ну, наверное, на мой взгляд, должен поддерживать, это все-таки институт культуры, должен поддерживать молодые таланты. Там проблем нет никаких, да, с организацией, вот, с арендой, с той же. Тут аренда, это на первом месте стоит, наверное, все. А, слушайте, ну, мы подали вот этот продукт, сыграть сольный проект Карины Волокитиной, и, конечно же, администрация все порешала в одночасье. Значит, им это интересно, значит, что-то, какой-то процесс все равно идет. Он и должен идти. Он и должен быть, да. Да, иначе зачем все это? Зачем эти залы? Для кого они? Зачем у нас стадионы? Ну, это я так. Это я о своем. Я все время так или иначе любой разговор, да, даже касательно культуры, в той или иной степени пытаюсь перевести на спорт. Ну, это, ладно. У каждого свои проблемы в данном случае я о себе. Карин, да, водичка, к сожалению, закончилась. Я сейчас не добегу. Время программы подошло к концу. Как мы с тобой договаривались, я хочу предоставить тебе слово, обратиться к твоим потенциальным зрителям, поклонникам, тем людям, которые вот сейчас сидят и размышляют. Идти ли нам на концерт этой девушки очаровательно, или стоит еще подумать, или лучше я ее посмотрю в интернете. Я приглашаю вас на свой первый сольный концерт, который стоит 10 мая в КТЦ «Феникс». КТЦ же? КТЦ «Феникс», где вы услышите мой голос в полной мере, узнаете меня как артиста, также познакомитесь со студентами колледжа искусств и услышите голоса бурятской эстрады вместе со мной. Во сколько? И возрастное ограничение? В 16.00 возрастное ограничение 6+. То есть приходите с детьми? Да, можно с детьми. В 18.00 КТЦ «Феникс», сольный проект Карины Валакитиной. Я думаю, Кать, ты еще не все сказала. Я тебе еще слова не предоставил. Пожалуйста. А вот теперь педагог, старшая сестра, не знаю, как ты себя представляешь. Но педагог, ладно, все, проехали. Кать, пожалуйста, проехали. Мы с Кариной приглашаем вас на первый сольный проект Карины Валакитиной, который состоится в КТЦ «Феникс» в 6 часов вечера. Возрастное ограничение 6+. Где вы увидите Карину впервые, поющую, танцующую, великолепную программу. Услышите группу своим ходом. И услышите мой очаровательный голос. Я сейчас про тебя говорю. Вы окунетесь в мир процесса эстрадного пения Карины. И становление будущей звезды российской эстрады. Все правильно я сказала? Да. Спасибо, девушки, еще раз за участие в нашей программе. Я уверен, не знаю, почему-то я уверен в аншлаге. Хотя твое имя пока еще не на слуху, но благодаря такому педагогу и твоему девичьему очарованию все впереди. Это 100%. Я желаю, чтобы все билеты были проданы. Чтобы люди приходили с детьми. Потому что детям это тоже нужно. Может быть, кто-то из ребятишек, глядя на тебя, скажет, что я тоже хочу петь. Я тоже хочу пойти учиться Килижековой и стать эстрадной звездой. В том числе и глядь, не только несете людям радость, но и, возможно, где-то определяете их будущее. Спасибо еще раз. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостями программы «Актуальная тема» на АТВ были преподаватель эстрадного отделения колледжа искусств Миничайковского Екатерина Килижекова и выпускница, четверокурсница этого конкурса, которая 10 мая для нас с вами споет в КДЦ «Феникс» «Феникс» Карина Волокитина, я Владимир Банчиков. Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся на концерте.